А смотрела все ваши стримы? Вы очень обаятельная женщина и сложные ситуации объясняете так просто и понятно. Спасибо вам большое за ваше дело. Подскажите, как пережить смерть любимого человека и отпустить его к Господу? Полгода назад умер мой любимый. Вместе мы были два года. До этого я была замужем. Сейчас просто живу. Прошел день и хорошо. Есть мои любимые дети, работа, спорт. Но в душе только тоска и непонимание себя. Почему так? Он был человек с непростой судьбой. В прошлом тюрьма и наркозависимость. Когда познакомились, я все это знала. И он не скрывал своей прошлой жизни. Старался все наладить. От него я видела только хорошее отношение. Столько нежности и любви к себе. Поддержка для меня в трудных ситуациях. Сейчас его нет. И я потерялась. Все время думаю, почему так получилось? Как научиться с этим дальше жить? Два года они прожили? Да. Да. Вместе мы были два года. Полгода назад умер. Полгода назад. Вот первое, с чего мысль у меня такая приходит. Часто, когда служишь людям, допустим, девочка, женщине служишь и спрашиваешь, какие у тебя отношения с отцом? Ой, папа у меня был хороший там. И так хорошо об отце отзывается, отзывается. А потом, когда выясняешь... А мама была плохая. А потом, когда выясняешь, как часто бывает, папа, допустим, либо умер, либо ушел, не успел причинить, так скажем. А мама – это тот человек, с кем человек жил долго, да. Но чем дольше мы живем, тем больше друг другу боли-то и причиняем. Я зачем говорю это сейчас? Затем, что два года, два года прекрасных взаимоотношений, ну, так скажем, такой конфетно-букетный период. И, естественно, когда человек... Он умер, да? Да. Когда человек умер, мы автоматически ему все прощаем. Потому что, ну, как бы ему хуже, чем нам. Мы остались жить, а он умер. И вот здесь вот такая вот история начинается. И я понимаю, как тяжело отпустить, особенно если эти отношения были хорошими. Когда-то любил. Вообще, кого-то хоронить сложно. Как сказано, что все плачут, а человек радуется. Если он ушел к Господу, то ему лучше, чем нам. Но, тем не менее, мы живем здесь на земле. И ходить нам и жить надо продолжать. Так наш устроен мир, что мы не можем жить здесь сейчас. Мы либо живем в прошлом, либо в будущем. И, естественно, она сейчас зациклена на прошлом. И не видит своего будущего. Даю конкретные рекомендации. Кстати, если у тебя будут мысли, тоже скажи обязательно по этому поводу. Что нужно сделать? Во-первых, нужно высказать невысказанный диалог. Как это сделать? Однажды я смотрела фильм, и в этом фильме ярко был показан вот этот момент, как люди прощаются с тем, кто погиб. Этот фильм назывался, если, кстати, посмотрите, очень хороший фильм, называется, кажется, «Над уровнем неба». Как? Три метра над уровнем неба. Очень такой про любовь, такой хороший фильм, такой в виде сериала небольшого. Но там показан тот духовный акт. Еще до этого фильма я делала эту практику неоднократно с другими людьми в своей жизни. Иногда человек не умер, а ты не можешь его отпустить. У тебя как будто бы недосказанность с этим человеком, и это очень сильно помогает. Что это за духовный акт? Ты берешь и пишешь письмо этому человеку, как если бы он был жив. И говоришь ему то, что не сказала. При жизни. При жизни. Только еще такой момент очень важный. Это не нужно упаковывать в красивую обвертку. Надо сказать то, что есть на самом деле. Иногда это нужно сказать «С тобой погибли все мои надежды», «Ты унес с собой все мои мечты», «Ты разрушил мои планы», «Твоя жизнь прекратилась и моя жизнь прекратилась». Какие-то моменты очень необходимо проговорить. И в конце сказать, что я отпускаю тебя, и я забираю часть своей души от тебя, вот это очень важно, и тебе отдаю часть своей души. Ой, наоборот. То есть, когда люди жили вместе, частица души живет в нем. И, кстати, дьявол может это мощно использовать. Поэтому потом покойники приходят во сне, и начинается там люди... Душевные связи, они не прекращаются. И очень важно именно вот эту душевную связь прервать. То есть, мало того, что вы пишете письмо, потом вы совершаете такой духовный акт, вы говорите, «Я забираю у тебя свою частицу души, и взамен отдаю твою частицу души тебе». Попрощаться с этим человеком. Этого человека на земле все, его нет. И душа, она уходит. И чтобы дьявол не мог использовать душевную связь, чтобы потом через боль вам не снились сны, чтобы вы не тосковали, не грустили, не вели внутренние диалоги, вам надо прекратить эту душевную связь. Все, ее больше нет. И некоторые люди думают, «Ну, я же тем самым предаю этого человека». Вы никого не предаете. Если вы сохраняете эту душевную связь, вы предаете в первую очередь себя. И в дальнейшем предаете того человека, с кем свяжете свою дальнейшую жизнь. Потому что вы будете из-за этой душевной уже ненужной связи постоянно сравнивать своего будущего мужчину с тем, кого вы похоронили. Потому что чем больше будет времени проходить, этот образ двух лет, он будет обрастать иллюзией такой, что это был идеальный вообще мужчина на земле, и больше такого не существует. И вот здесь может начаться проблема. огромная проблема. Чтобы ее реально порвать, вам надо порвать душевную связь. Можно еще о душевной связи? Скажу, очень многие люди, имея душевные связи друг с другом, с умершим, у них есть внутри понимание, они знают, оказался этот человек на небе или нет. Они это чувствуют. И чувствуют это благодаря вот этой вот связи. Значит, есть связь, когда у тебя есть понимание. И тоже этот момент нужно будет отрегулировать, то есть отправить свои частицы и обратно. Да. Но мы вам после эфира обязательно послужим, и мы поможем вам провести этот духовный акт, потому что, может быть, вам самой будет сложно это сделать, но наши консультанты вас поведут в это интересное путешествие. И я еще раз повторюсь, люди, которые сильно любили человека, и вот такая катастрофа произошла, и любимого человека больше нет. Иногда есть такое чувство, что ты как будто бы его предаешь, когда с ним прощаешься. Нет, ни в коем случае. Вот я всегда как привожу пример. Вот если бы этого человека сейчас на секунду вернуть к нам на землю, он бы сказал, любимая, продолжай жить. И вот мне было бы приятно, чтобы все люди, которые меня любили, продолжали жить, а не грустили бы, не сидели бы там. Ну, можно погрустить какое-то время, но не сидеть, потом на себе крест не ставить, а продолжать жить. Потому что, когда ты любишь по-настоящему человека, ты хочешь, чтобы он продолжал жить, а не существовал бы, сидя у окна и переживая, вот если бы, если бы. Да. Поэтому спасибо вам за вопрос, такой очень, кстати, актуальный вопрос. И мы вам послужим после эфира. Продолжение следует. Продолжение следует.